Сибур, замечательный Сибур-Арена стадион, новый стадион, совсем недавно построенный, и на нем играет совсем новая команда, Зенит-Санкт-Петербург, волейбольный клуб. Он уже выступает в чемпионате, он уже сыграл в кубке, совсем неплохо. Сейчас команда на пятом месте, и сегодня идет еще пока предстоит узнать, потому что игроки не вышли на площадку. А что касается Сибур-Арены, да, это премьера команды Зенит-Санкт-Петербург на Сибур-Арене, до этого команда выступала в Академии Платонова. Ну и как специалист волейбола, дайте оценку спортивную характеристику этого стадиона. Ну, моя характеристика бесподобна, то есть великолепно, лучшее, что я видел в России, это Сибур-Арена, здесь созданы все условия для проведения любых мероприятий, в том числе и волейбола. А вот сейчас мы увидим, наверное, все-таки составы команд, и очень интересно, кто первыми выйдет на площадку. Давайте сначала представим арбитров. Да, тем более сегодня у судьи на вышке день рождения. Да, Николай Книжников, первый арбитр, Андрей Зимнович, выдающийся судья наш, второй арбитр, и инспектор матча Михаил Подлозный. Вот он, Николай Книжников. Да, главный тренер Зенита, преподнес цветы перед началом встречи. Вот на площадке появляется Кемеровский Кузбасс, игроки Кемеровского Кузбасса. Ну, давайте шестерку называем. Давайте посмотрим, кто вышел. Связующий Игорь Кобзарь. По диагонали впервые, наверное, в этом сезоне после долгого отсутствия Виктор Политаев. В центре Николай Апаликов, олимпийский чемпион, и Дмитрий Пашицкий, украинский легионер. В доигловке Дмитрий Ильяных, еще один олимпийский чемпион, их два в Кузбассе. И, давайте посмотрим, отсюда не вижу. Антон Карпухов. Вот такая шестерка. Лауре Керменен, либера команды Кузбасс. Зенит, Санкт-Петербург. И у Зенита уже на площадке Александр Волков выходит последним, 16-м олимпийский чемпион, 18-й номер. Ну, и рядом с ним, это, конечно, связующий Павел Панков. Либера, основной либера. Кто у нас будет, Павел? Ну, у нас два либера, и каждый из них может быть основным. Да, 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 да. Итак, Камеха, 15-й номер, замечательный клубинский волейболист Ореоль Камеха, 15-й номер. Шестой номер, это Евгений Сива-Желес. 11-й номер, Андрей Ащев, чемпион Европы, новоиспеченный, чемпион Европы, да, Андрей Ащев. И Дражин Любович по диагонали. Дражин Любович. Ну, вот это новый игрок, скорее расскажите о нем, потому что это его дебют в составе «Зенита» Санкт-Петербурга. Да, Дражин недавно приехал в Санкт-Петербург, был дозаявлен. Маркус Ниццем не смог продолжить выступление по причине травмы. И был привлечен новый игрок, Дражин Любович. Вот он сейчас в составе, это первая игра молодого сербского диагонального за «Зенит». Ну и посмотрим, игра начинается. И «Либера» 19-й номер, это Валерий Комаров. Это у «Зенита». И первая атака, и в площадке мяч и на место. Сразу спорная ситуация. Судья показывает, что мяч был в площадке, но мы не представили тренеров. И вот Томас Самильву, финский тренер Кемеровского кутбаса, берет сразу видеопросмотр. Не согласен он с решением арбитра. Кстати, вот повтор тоже был такой не впечатляющий. Ну посмотрим. Ну давайте представим все-таки тренеров. Томас Самильву и Никола Джолита у Кемеровского кутбаса. И у нас Александр Климкин и Андрей Толочка. Еще есть у нас выдающийся Серджио Бузанто, итальянский специалист, которого мы тоже очень хорошо знаем и помним. Мяч в площадке. Первый спор. Сколько можно брать вот этих пауз для видеоповтора у каждой партии? Всего два. Можно взять, если твой запрос удовлетворен. Как в данном случае не удовлетворен был у Кемерова. Поэтому остался всего один запрос. Если удовлетворен, остается два. Игра продолжается. Первый темп. Казалось бы, первый темп от Кобзеля. Но мяч пролетает дальше. И там Ильяных на антенне. Забивает его практически без блока. Быстрая игра от Дмитрия Ильяных. Фирменная история, фирменная вещь. И Виктор Полетаев, который очень много пропустил. Был травмирован, долго лечил. Прекрасные физические данные. Это отличает его от многих других игроков. Вот он, Дражин Люборич, на подачи не рискует. Хороший прием у Кемерова. Опять такая же комбинация. Опять зона на зоне, так называемая. Вроде бы мяч посылается игроку первого темпа. Но нет, пролетает он все-таки чуть дальше. К игроку четвертой зоны. Здесь Дмитрий Ильяных. Сейчас он это подтвердил в очередной раз. Дмитрий Ильяных, олимпийский чемпион 2012 года. Еще один рискованный ввод мяча в игру. И будет очень сложно. Вообще не будет атаки у «Зенита». И Виктор Полетаев. Первая его атака в этой игре завершается удачным действием. И пока «Кузбасс» имеет вот этот вот два брейка, как и они взяли, именно за счет доигровки поднимают защиту и доигрывают нападения. Виктор Полетаев. 22 года. Левша. Что очень неудобно для соперников всегда. Продолжает Ильяных подавать. 4-2. Сейчас прием идеальный, казалось бы, да нет. И третий раз одна и та же комбинация у «Кузбасса». «Кузбасс» неделю гостил здесь, в Санкт-Петербурге. Да. Освоились. Климатическая и часовая разница их не смущает, поскольку неделю провели здесь и адаптировались и к погоде, и ко времени. До этого в прошлом туре играли с «Динамо» Ленобольский. Выдали потрясающий матч. Проигрывали 0-2. И вырвали игру. 3-2 победили. Причем в пятой партии с отсчетом 15-6. То есть просто не оставили сопернику шанса. А оказалось бы, 0-2 проигрывали. И посмотрите, как они начали. Хотя сегодня всего лишь была одна тренировка. Вообще одна тренировка в этом зале у «Зенита», да? Ну, как? У «Кузбасса»-то тоже не было здесь тренировок. Но они начали как хозяева. Пока блок. Сокрушаем атаками «Кузбасса». Блок «Зенита». Надо приспособиться, приноровиться. Первый перерыв тренерский закончен. При счете 5-2 мяч вводить в игру будет Дмитрий Милик. Он не рискует. Казалось бы, не рискует. В последний момент все-таки принял решение что-то такое рискнуть. И это себя не оправдало. Мяч улетел в аут. 3-5 на подаче Камехо. На подаче Камехо. Но у него мощная подача. Чуть-чуть за. За пределы площадки мяч улетает. К примеру, вправо, безусловно, Ореоль на этот риск. На его подачу команда рассчитывает. Хотя самым сильным подающим пока в «Зените» у нас... Панков. Да. Панков, 12 эйсов. В принципе, в первых этих матчах довольно неплохое было такое синхронное действие с партнерами. Блокируем Виктора Политаева на высоком мяче. Тройной блок «Зенита» работает. Павел, вы научили меня говорить «килл блок». Да, есть такое понятие. Потому что есть блок-аут. На самом деле это отрицательное явление, когда от блока мяч улетает. А здесь киллер-блок. То есть блок завоевал очков. Совершенно верно. Так что килл-блок прошел. Волков. Не получается. Да, не получается атака первым темпом. Дражин Люборич не рискует, но выигрывает. Посмотрите, как сейчас грамотно сыграл Дражин. Не стал в неудобной для себя ситуации рисковать. И это принесло очко «Зениту». Но не готовы оказались. Вот смотрите, 6-6. Блок сыграл один раз. Да, вот тот тройной. Помните, да? И сразу как все перевернули. Да, и сравнивает счет «Зенит». 6-6. Александр Волков продолжает подавать. Хорошая подача. Но справляется «Элиник» с приемом. Зона от Апаликова. Чуть-чуть улетает в аут. Для «Зенита» отидно. Все-таки блок-то сыграл. Да, там где-то сантиметров 30, может быть, за площадку. Но блок поймал эту атаку. Да, пока все свои атаки связующие команды «Кузбасса» строят от комбинации зона. Накат. И быстрая передача в крайность «Эважелеза» забивает Евгений. Повезло, можно сказать. В принципе, ведь он попал сейчас в трос. И мяч катился по тросу и опустился. Но, к счастью, в «Зенита» как раз площадку. Финский связующий из «Кузбасса» не подобрал этот мяч. Павел Панков заряжает свою пушку. И опять первый темп. И опять неудачно. И Полетаев на высоком мяче отыгрывается. Повторяет мяч Кобзарина Полетаева. Это работает. Пока в атаке смотрится «Кузбасс» очень неплохо. Виктор Полетаев опять же. И второй технический перерыв. 8-7. Ну что же, сейчас все-таки «Зенит» выровнял. Карты у него были растеряны. Сейчас подровнялась. Но «Кузбасс» в хорошей форме. Хорошо готов. Стрейлер команды «Кузбасса» – это легендарный фельдский волейболист, который с 97-го года по 2013-й был капитаном сборной Финляндии. А начал играть с 93-го года. Играл в разных странах. В том числе и в России играл. Все 9 лет. Начинал когда-то в Смоленске, в «Кузбассе» с 2015-го года. Это он сейчас не подал. А это «Севажелес», 6-й номер. Будет доигровка у «Зенита». И Любурич не попадает в площадку. Но касается рук блокирующих этот мяч. Он четко фиксирует его логичников. Он в просчете на это и бил, потому что видно, что он не попадет. Два очка выдавался. Вот, по-моему, я не пробил, а перекинул. И сейчас пробил. Нет, еще первый мяч. Три очка в атаке уже у Любурича. Полетает. И мы потом обратились к статистике. Нам пообещали. Да, да, да. Статистику нам обещали предоставить. Очередной очко у Холетаева. Вот пока, ну, не сказать, что целирует Виктор в атаке у «Кузбасса». Но основную нагрузку несет это точно. С первым темпом не все замечательно, а края работают хорошо у «Кузбасса». Калая Паликов. Первый темп. Дмитрий Фашицкий. Вот он, килоблок. Да, тот человек, который является лидером по набранным очкам на блоке в своей команде. Он блокирующий. И который очень неплохо в прошлый год провел в польском чемпионате. И вот «Кузбасс» сделал это приобретение. Я думаю, не жалеет об этом. А Паликов опять подавал. А на этот раз великолепно. Правильно. Повторяем правил Панков на Андрея Ащева. Очень правильное решение. Наверное, неожиданно в какой-то степени для блокирующих у «Кузбасса» расположение к сетке. Он в первом случае был лицом, а сейчас полуоборота. И, наверное, блоку в этой ситуации намного сложнее. Несложная подача, да. Несложная подача, может быть, у Литая. И Виктор прилетает снова на подачу. Это тоже всегда было очень опасно. Хорошая подача, но «Ореол» отправляется. Скидывает очень грамотно сверху от блока в аут. Прекрасное решение. Наведенный был мяч на сетку. Тяжело было играть его в атаке, но скидка прошла. Какие мягкие руки у «Ореоля Камеха». Правда, что когда он предстоит «Ореол» был слезунич? Совершенно верно. Несколько лет. Думаю, что больше 10 лет назад это произошло. Не помню точно какой год. Но в команде из Ярославля «Ореол» играл как слезунич. Ах, Пай! Прекрасная передача. Не прошу. Илина их на блоке. Сидает Павел Панков. Хорошо переносит руки. Павел закрывает линию. Некуда деваться, Илина их, в этой ситуации. Очередной килл-блок. Да, посмотрите, на повторе это очень хорошо видно. Правая рука Павла была развернута в площадку, куда и ответил мяч. Бражин Люборич подает. Не рискуют наши ребята на подаче. Взял на себя Кобзарь инициативу, взял в свои руки. Мог бы отыграться, конечно, оставить мяч в игре, но решил рискнуть. Ну и посмотрите, наверное, все-таки в трос попал мяч. Да, в трос. Перерыв, перерыв берет Томас Сомельву. Уже его команда проигрывает 2 очка. И при счете 11-13 перерыв Тиньского наставника Кузбасса. Впервые в матче Зинитин вышел на 2 очка вперед. Ну как красота это? Удобно передаться. Поминаем темп, поминаем темп. Давай, один съем, один съем. Давай, давай. Эй! Делай, что-то. Делай, что-то. Молодцы, готов! Эй! Очень добавил, конечно, Томас Сомельву в русском языке. Очень прилично стал известняться, общался с ним перед игрой. Действительно, если раньше так понимали друг друга с трудом, когда общались по-русски, то сейчас практически все понятно, что он говорит. Ну а уже про волейбол игроки точно понимают, что он от них хочет. После перерыва продолжает Рюберыч подавать. Опять от зоны, опять зона на зоне, опять четвертую зону вины. Желез, Камеха! Еще раз. Да, повторение. Да, поверх блока с касанием, но поверх блока Орион забивает. Вот мой прыжок высокий, да? Ну, Орион, конечно, лидер Зенита. Я уже несколько, признаюсь, смотрел несколько игр. Камеха, конечно, вызывает восторг, как у зрителей. Ну, это без наслаждения нельзя смотреть за игрой такой волейболистик. Есть еще такой прыгучий волейболистик? Ну, конечно, Вильфреда Леон, я думаю, не уступит. Леон, Леон, да, Француз Леон, да? Нет, Кубинец тоже. А, Кубинец! Играет за казанский Зенит. Мы же его видели, он же приезжал к Зенитам. Да, за какую бы команду ни играл Орион Камеха, конечно, он был бы лидером в любой из команд. И Зенит не исключение. Игра строится от него, несмотря на то, что он не диагональный игрок, а доигровщик. Тем не менее, как правило, очень часто бывает лидером по набору очков и в данной конкретной игре, и в команде в целом. И на сегодняшний день в Зените Орион как раз и является лидером по набранным очкам за все игры, какие были. Дмитрий Ильин их ошибся. Выбитый прием. Очень стараются чисто играть волейболисты, совершать минимальное количество ошибок. Это аут забил Любович очередной свой мяч. Ему неплохая будет статистика. Мы только насчитали тогда три, потом еще два, и сейчас это шестое. Но мы узнаем точно. И сейчас тайм-аут. Но это уже сейчас технический тайм. Аут технический. Не берет не тренер, а рекламная пауза. Шестнадцать-двенадцать. Четыре очка. Ну, первая партия. Помните, как она сложно начиналась? Кстати говоря, Павел, сегодня ведь тур-то уже в разгаре. Уже есть результаты. Давайте ознакомим. Есть результаты. И хочется сказать об одной игре. Открывали этот тур в Новосибирске. Локомотив с Белогорьем. Иди, стащи, шатун. Вот мы закрываем. Там была очень интересная игра. Локомотив вел 2-0 по партиям. И вел 6-1 в третьей партии. Ну, в очередной раз команда, ведомая легендарным Сергеем Тикюхиным, створила маленькое спортивное чудо. Сергею не привыкать в таких ситуациях, участвовать и быть заводилой. Белгород в итоге победил. 15-13 в пятой партии. 3-2 выиграла Белогорье у Локомотива. Очень интересная была игра. Белогорье на втором месте. Да, и останется после этого тура. Мяч за. Очень жалко, близко было. 13-16. 13-16. Недалеко от нас болельщики Кузбасса. Их довольно много. Человек 30-40, наверное. Сила Железь все-таки пробила Паликова. 17-13. Николай Апаликов шестикратный чемпион России. Трехкратный победитель Лиги чемпионов. Но он играл за «Зенит» Казань. За нашу легендарную команду. Казанский «Зенит». Аут. Нет, площадка. Попадает Политаев. Пока диагональная и той, и другой команда выглядит близко к идеальному. Нелюборич не проигрывает свои мячи. Не Политаев. И скос Баса по Лёвочке приехали. Хорошая атака по линии. У нас не было Либера на площадке. Александру Волку не удалось поднять этот мяч. И Кобзарь. Аут. Попадает в аут. Рисковал. Опять же все близко. Очень неаккуратно играют команды. Стоит отметить. Стараются делать минимум своих ошибок. И в том числе и на подаче. Если рискуют, то посмотрите, все очень рядом. И Либера сменился у «Зенита». Но не получит. Сейчас второй на мат. И обратная замена. Да, Валерий Комаров играет на приеме у «Зенита». А если команда подает и нужно обороняться, выходит Артем Зеленков. Замена. Вот сейчас тактически, Павел, давайте рассмотрим. Ну, это замена по амплуа. То есть вместо одного доигровщика вышел другой. На заднюю линию вышел... Может быть, лучший подающий. Да, Сергей Никитин. У него очень непростой планер. Очень непростой флот. И, может быть, этим вызвана эта замена. Я думаю, в большей степени. Потому что, действительно, вот сейчас посмотрим. Подача летит очень опасно для принимающих. Да, посмотрите. Не справляется Камеха. И будет высокий мяч. И не будет никакого мяча. Перевел все-таки Серб. Ну, молодец. Но очень удивительно. Мне казалось, что мяч улетел за столб, за антенну. Да, конечно, сейчас будут игроки Кузбасса протестовать. Потому что безуально действительно было ощущение, что не по правилу сыграл Любович. Но Кузбасс забил. Сейчас она выше. Он прямо напрочь в пантену. Он там лучше идет. Да, и Винник реализовывает очередную быструю атаку в край. Сегодня это хорошо у него получается. И продолжает Никитин подавать. Находит Камеха. Но в данном случае сверху у Камеха гораздо лучше получается прием. Но Любович получает свой первый блок в этой игре. Виктор Политай. И никто иной, как Николай Апаликов в данном случае отличился. В его руки попал. Посмотрите, сейчас будет хорошо видно. Николай Апаликов перенес руки центральной блокирующей. Очень опытный, очень грамотный. На блоке Николай всегда славился хорошими действиями. Не вынужден Клинкин брать перерыв. В счете 18-17. Кузбасс почти догнал. И этот порыв нужно останавливать. Ну что вы сейчас в этом эпизоде. Вот двух-трех блок, да? Да. Возвращаются команды после перерыва. Группа поддержки волейбольного клуба «Зенит» была на ваших экранах. А это вот жена. Справа Ореоли Камеха. С коляской. Да, да. Двухлетняя дочка тоже с ними. Ореоль справляется с приемом сверху. Хорошо у него получается. И второй раз Люборич не повторяет ошибки. Не попадает в лок. А пробивает. Редуты кемеровского Кузбасса. Зарабатывает важный очко для «Зенита». Да, это хорошая замена шведа. Ну да. Я думаю, что Люборич должен себя проявить. Это человек, который два года играет в своей национальной команде в основном в составе. Несмотря на серьезнейшую конкуренцию со звездой волейбола мирового, можно так сказать, Атанасьевичем. Выигрывает эту конкуренцию. И является обладателем мировой лиги прошлого года. И в этом году был третьим на чемпионате Европы. В общем, на бирже волейбольных говорят, что «Зенит» и «Санкт-Петербург» повезло. Но «Зенит» его взял, потому что развалился клуб, обанкротился, в котором он был в Турции. Да, Турция? Вау, Топаликов. И два очка преимущества сохраняются. 2018. Да, входим. Два очка, когда ты подходишь в 20-е, это хорошая преимущество. Входим в конкурку. Самое важное начнется именно сейчас. Волгарев вместо Ащио на подачу. Традиционная замена «Зенита». Александр, наверное, выходит, мне кажется, с установкой все-таки усложнить, рисковать. Не получается в данном случае это сделать. Андрей Ащик возвращается на площадку. А Игорь Кобзарь добавляет эмоции и драйва своей команде. Вот не хватило какой-то концентрации внимания. И снова полетает. Такое ощущение, что он не уходит с подачи. Везет, везет. Но суважились хорошо на месте. Ореоль на высоком мяче. Поднимает Керманин. И полетает не будет, конечно, рисковать. Есть великолепный шанс у «Зенита» забить эту доигровку. Быстрый мяч на Камеха. Без шансов. Без шансов. Разорванный блок. Ореоль Камеха забивает. Конечно, когда ложный прыжок Волкова, естественно, к нему кто-то из блокирующих двигается, да? Вот такое решение приняло. Хороший вариант атаки для «Зенита» и «Санкт-Петербурга». Хороший вариант. Камеха всегда хороший вариант. Не, ну то, что он еще идет за спиной, Волк. Волк это дезориентирует. Вау Тлюборич. Одно очко. Сохраняется вот это вот. Эти качели волейбольные сохраняются. И Дмитрий Львины. Сейчас очень интересно, будет ли Дмитрий рисковать. Последнюю подачу он запорол, попал в сетку. А что сейчас? По идее, надо рискнуть. Делает это Дмитрий Львины, но неудачно. Причувствие было. Волноваться начали в воле полиции. Конечно, идет концовка. В конце всегда нервы на пределе. Семнадцатый номер выше у Зенита. И в сетку попал. А Камеха работает как... А это ошибка от Виктора Полетаева. Немножко заниженный мяч от Кобзаря. И Полетаев попадает в сетку. Вот Камеха на сто процентов пока работает. Но только первая партия. Двадцать три-двадцать. Впереди Зенит. За мимо. Тайм-аут. Тайм-аут. Тайм-аут с Кузбасса. Но обе команды-то хорошие. Все-таки вот... Ну, давайте послушаем тренера. Нет, нам не послушать. Он специально отвел и говорит на ушки. Но хитрости тренерские. У Плинкина неплохое настроение. Тысяч пять уже на стадионе. А он вмещает семь тысяч. Это первый матч. Есть на что посмотреть. Все-таки волейбольная лига. Скажу как. Любящий спорт человек. В России, пожалуй, сильнейшая в мире. Да, есть... Уже несколько лет подряд. Есть такое мнение. Продолжает Камеха подавать. Здорово. Ах, лидера как подобрал. Сила Желез. Блок. Килл-блок. Молодцы. Ну, отмечен второй номер. Лидера. Артем Зеленков. Сетбол у Зенита. Ариоль Камеха продолжает подавать. Рискует как сильно. И Чехова-Панкова завершает первую партию. 25-20 выигрывает Зенит. Как плотно блокировали в начале и как в конце хорошо это делали. Но это только первая партия. Только первая партия. 25-20. Но игра была рваная. Какими-то... Аритмия была. Были ошибки у одних других. И так пристраивались друг к другу и к сопернику. Впереди очень интересная борьба. Ну и давайте вот сейчас кое-что посмотрим из первого трассета. Ну, пока видим то, что уже в паузе, да. Ну что ж, насладимся танцем поддержки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе говорю по ПТС. ПТС, ты слышишь меня в ПТС? Ты мне сказал, что ты после первого партия будешь показывать какие-то отдельные моменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, пригодители, это наш ученикий клан. Наша состояла только какие-то с калмой. Если камера поевала вас сердечко, нужно обязательно пацановаться. Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вторая партия Зенит Санкт-Петербург-Кузбасс Первый 25-20 выиграл Зенит Санкт-Петербург Павел Борщ сейчас вооружен статистическими данными Павел, пожалуйста Да, но хочется сразу отметить, что Зенит Санкт-Петербург заявным преимуществом выиграл атаку У Кузбасса 59% против 42% И такая интересная деталь, что у Зенита набирали очки практически все Вот посмотрите, Павел Панков 3 очка Севажерис 4, Любурич 5 Камех игроков, пока Зенит смотрится предпочтительнее Плюс 4 блока против 2, тоже не помешает Зениту Вот как-то так складывается игра Из этого складывается преимущество питерского Зенита Но сейчас очень хорошая атака была И пас такой, который можно назвать прострельным Параллельно тросу летит мяч Пока что только эту передачу использует Кобзарь Только эту комбинацию играет четвертая зона Из-под идущего центрального на зону Длинная передача от связующего играет игрок четвертой зоны Пока только это делает Кузбасс И в принципе Первый тенк, Пашицкий Забивает, несмотря на то, что вдвоем с ним поднимались Ожидали эту атаку Пока Игорь Кобзарь не удивляет блокирующих Зенита Посмотрите, Камеха пришел помогать в центр Бросили Политаева, который был на задней линии Разобрал тренерский штаб Зениты Эту расстановку, эту ситуацию игровую Ну а с Ориолем Камеха ничего сделать пока не могут Потому что высота очень большая Черная кубинская молния Какие ракеты летят от его рук, а? Да, если передача для него удобная Закрыть его очень сложно Здорово играет, наслаждение И еще теперь он и подает Первый темп пытается загрузить Игорь Кобзарь Но не получается это у него в полной мере Пока что Плохая была передача от Панкова Исправляют ее партнеры по команде А Любрыч продолжает выигрывать Сильными ударами, слабыми ударами Накатами, скидками Пока все выигрывает Вот всегда чем отличались югославские волейболисты И конечно же сербы Тем, что они игроки Вот какой-то неудобный момент Но он обязательно выкрутит вот этот мяч Причем во всех видах спорта, да? Да, во всех, где мяч, везде Фантастическое свойство вот это игрокское Вот эти заводки Очень согласен И вот такого игрока получил сейчас Зенит в Санкт-Петербурге Это его дебют сегодня А он уже сколько? 9 или 10 очков принесет? По-моему 9 пока Ну посмотрим А идет лишь второй сет И только начало второго сета 4-4 Пока равная игра по счету И подача ваут от Пашистского Дмитрий Пашистский блокирующий Не остановить Дражина Любовича Действительно зал заполняется И практически уже Мало остается в свободных мест Вот он отыгрывает Отыгрывает блок-аут Полетаев Заводятся болельщики Кузбасса Хороший пайп То, что очень редко мы видим в исполнении Петербургского Зенита Сейчас сработало великолепно Посмотрите Все-таки реагировал блокирующий И по нему же и попал Ореоль Камеха По летящему блокирующему Да Камеха взлетал со второй зоны 7-5 Панков подавал Камеха принял На одном блоке, конечно, не остановить Севажелес один был И хотя мяч попал в Панкова Но он не среагирует Такая скорость полета мяча Но Кузбасс, молодцы Цепляется за каждое очко 6-7 Еще один пайп от Камеха В данном случае Менее результативно Посмотрите Всегда оставляет мяч в игре Это требует Самильву Это требует современный волейбол Не проигрывать сложные мячи Пытался то же самое сделать Севажелес не получилось Технически не исполнил А вот Серб это сделал Вот и разница Он бы выкрутил все-таки Послал мяч на другую половину площадь 7-7 Антон Карпухов Один блокирующий Маловато Первый конечный Бой Кузбасс 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 Сейчас они даже не реагируют Они стоят за последнего Устребают и не уходят Если бать в России Надо сыграть первый пят Мы с вами возрастаем Как сыграют Закалываются Облотно мы считаем Ребят Стоим Антон Карпухов Мож на подачу Попадает Не стали наши игроки Реагировать на этот мяч Посчитали Что Комаров Он мог этот мяч играть Но посмотрите Сейчас мы увидим Что он даже ближе к Севажелезу Наверное был этот мяч Хотя Ровно между ними И оба посчитали Что мяч летит в аут Сейчас справляется Валерий прием Делает хороший Любовича смягчает И будет высокий мяч Что будет в Льяных В Льяных будет отыгрываться И делает он это результативно Не рисковал Дмитрий Если бы мяч летел в площадку Был бы подстрахован Но в данном случае Блок-аут И очко Десятое очко Набирает Кемеровский Кузбасс Сразу реагирует Александр Климкин Послушаем Что он скажет И есть логика в том Ближе к первой зоне Да нет Посмотрите Выше Любовича Удивительно Это просто удивительно Долго Дмитрий Льяных Не мог найти свою команду Скитался по разным клубам Но вот Похоже В Кузбассе Олимпийский чемпион Обретает нужные для себя Кондиции 11-7 Стабильно подает Антон Карпухов И не могут с этой расстановки Сняться игроки Питерского Зенита Полетаев на высоком мяче Да Вот этот рывок Кузбасса Не останавливает Ни перерыв Александра Климкина Вот может быть Замена сейчас Связующего произойдет И тогда что-то поменяется На площадке Посветиться полетаемым Знаете Корень в его фамилии Как раз Лететь Вот он и летает Какой у него Прекрасный взлет Какая легкость Какая физическая подготовленность Но он из Зенита Казанского Он там был С 14 по 16 годы Да Разладилась игра У Зенита Любович В трех эпизодах Уже был не совсем уверен Может быть Какой момент Чтобы немножко Знаете Устал Вот Надо выдохнуть Но я бы сказал Сейчас вся команда Немножко не уверена И еще раз повторяю Ни перерывы Ни замены Пока не меняют Ситуацию на площадке Антон Карпухов Подает стабильно Надежно И вот сейчас он ошибается А до этого Конечно Предопределяла его Подача многое Пять очков Пять очков Впереди гости Сива Желез подает Евгений Сива Желез И здесь неудача Ну конечно Сейчас Зениту Нужно рисковать На подаче Чтобы отыгрывать Это большое отставание Шесть очков Это конечно много Даже в начале партии Тем не менее Это можно отыграть О-о-о Ошибается Валерий Комаров На приеме Очень коварная Подача получила Парикова Через трон Укороченная Да Сложная была Для приема И Дмитрий Пашивский Забивает переходящий мяч Смотрите Без проблем Но кстати Прием не идет Смотрите сколько там Карпухов подавало Сейчас опали как Приема нет Сейчас ничего нет Ни приема Ни атаки Ни передачи Нет ничего Вот еще одна замена Нет Не разрешает Судья ее сделать Семь очков Это многовано Разрыв Счете Семь очков Вот сейчас Разрешает Андрей Зинович Провести замену И вместо Евгения Севажелеза Выходит Денис Шипотько На заднюю линию Все возможное Пытается сделать Тренерский штаб Зенита Для того Чтобы переломить ситуацию Но все зависит Многое зависит От подачи Апаликова А она у него летит Опять будет высокий мяч Опять будет Любович И на сей раз Забивается Маленькая пауза Нужна была ему Он немножко Что посмотрелся Одумался И включился в работу 9-15 Шесть очков Позади Зенит Но Кузбасс Я кажется Сейчас держит Игру в своих руках На месте Александр Волков На блоке Занижены Заниженная передача Дражин Любович На высоком мяче Забивает Вот это Отличительная особенность Диагонального игрока Когда у него есть В арсенале Атака с высокого Неудобного мяча Вот как сейчас было На организованном блоке И если человек Забивает эти мячи Тогда он диагональный Тогда он большой игрок Кузбасс Нащип на подаче Помеха прихватывает Одиночным блоком Политаева И быстро в край На Ильяных Не успевает Александр Волков По летящему Блокирующему Биллу Ильяных Использовал Руки Александра Волкова Для того Чтобы заработать Это очко Для Кузбасса 16-10 Многовато Ко второму Техническому Проигрывает Зенит Вот это Быстрая передача В край Это Сегодняшний Стиль игры Кузбасса Посмотрите Зона Фашистский Идет на зону И за ним же Сразу В метре от него Так называемая Комбинация Зона на зоне Играет Дмитрий Ильяных И вот это Наряду с Виктором Политаевым Из второй зоны Максимальная Неудобная Максимально опасная То что делает Кузбасса Инициатива 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 на стороне Кузбасса Пока Не пластмасса Передной Эйс Для своей команды И преимущество Кузбасса Становится Таким уже Глобальным Основательным В этой второй партии Продолжает рисковать Политаев В сетку И конечно Что-то нужно предпринимать Зениту Для того Чтобы догонять Кузбасс В этой партии Что-то Экстраординарное Обычные Волейбольные действия Здесь не помогут Например Подача Дражина Люборыча Она была неплоха Высокий мяч у Ильиных Не попадает По рукам Дмитрий Не фиксирует Это судьи Нет у нас Просмотра Блока И решение судья Оспорить здесь В данном случае Невозможность 12-17 Можно было Разглядеть На повторе Нет Ну я не видел В этой динамике Незаметно Но это прям Перед глазами Судьи на вышке Все это происходило Неудачный пас был Но теперь можно разыграть Камеха Да Вот это был Удачный пас И Ореоль Так сказать На классе На уровне На своем Огромном Этот мяч выигрывает Да В край блока То есть Несильный удар Тонкий расчет Прекрасное Техническое исполнение Посмотрите Как это было Вот так вот Прямо в край Руки Кабзаря Выигрывает Этот мяч И конечно Радуется Улыбается И уже 13-17 Должен реагировать Семельву Что он и делает Очевидно что эта партия Еще не закончена И чувствуют Это игроки И той и другой Команды Что одни еще не выиграли А другие еще не проиграли Вся борьба впереди А вот Перемеча Все-таки Многовато Кузбасс Многовато Для поражения От Зенита Четыре мяча Камеха ожидал Уже три Ничем не завуалировал Свои действия Казань Подача была сложная Но нужно было Связующему пасовать Посмотрите Была возможность У Игоря Этот мяч пасовать Он решил скидывать Орель Камеха Все видел И уже третья И четвертая Подача Люборича А это все Продолжается Одна и та же комбинация С которой Зенит уже Начинает справляться Хорошая доводка Доигровка Без блока Полетаев И здесь Камеха Каким-то образом Подставляет руки Невообразимый эпизод То есть Уже проиграл Все Уже не было его На блоке Посмотрите Камеха Просто подставил руки И до конца боролся Шипотко Чуть-чуть не повезло ему Обработать этот мяч Могли бы оставить в игре Да Шипотко появился На площадке Вместо Сева Железа Вышел и остался Так же как и Максим Шульгин Вместо Павла Панкова Дмитрий Ильюнов Хорошая подача Валера Комаров Очень уверена на приеме Досой пас Да Не угадывает пока С темпом Максим Шульгин Мяч проходит за антенной Раньше времени Пришел Камеха На эту передачу Несогласованность В действиях игроков Зенита Вынуждает Клинке Набрать еще один перерыв Видите Камеха шел в одну точку А передача последовала в другую Ну здесь можно претензии предъявить Как к слезующему Так и к нападающему Это обоюдная ошибка Максим Шульгин Заменил вид Панкова И вот сейчас он делал эту передачу Ну у нападающего Неудачно вошел Но у нападающего Всегда есть возможность Не проиграть Должно так быть Да 5 очков разрыв 19-14 И Дмитрий Лин До этого он очень хорошо подавал Сейчас перешел на флот Камеха сверху Безупречно И ошибка на передаче У Шульгина Несмотря на высокий Потому что ему допас был Да Несмотря на высокий рост Передача В смысле Переем был Настолько на ту сторону Что не исправил Максим Обратная замена Да Действительно Ничем не удивил Максим Шульгин Павел Панков Возвращается на площадку Большой отрыв 6 очков Как и было В середине партии 20-14 И Дмитрий Лин Иных не рискует Любович блок-аут Забыли про него Связующий Вот сейчас Паша Панков Вспомнил И Любович ответил взаимностью В этих двух сетах Хотя еще второй не закончил Любович номер один В день Да Коэффициенту полезного день Думаю, что да В начале Камеха был Тоже очень неплох Но Сейчас Любович Я думаю Превосходит его Будет высокий мяч У Карпухова Совсем тяжелая ситуация Не рискует И Любович сзади Почему-то оставили Его почти без блок Игроки Кузбасса И не попадает Дражин в площадку Все шансы были Для того, чтобы выиграть Это очко Посмотрите Как тяжелый Забивал А простой мяч Не забил Посмотрите Вся площадка была открыта Чуть-чуть не попал в линию Не попал в угол Хотел именно Вдоль линии Вместо Камеха Выходит Болдырев Понимают тренеры Что не спасти эту партию И дают своим лидерам отдохнуть И Пашицкий тоже ушел И Пашицкий тоже ушел С площадки Никитин на подаче был Здорово Приняли Панков Волков Да, прочитал полетаев Другой длинный затяжной розыгрыш Это всегда большой бонус Эмоции 21-16 В принципе Не такая большая пропасть Между командами Но это еще нужно Доказать игрой Александр Волков На подаче Хороший прием Первый темп Нет Пайп от Ильяных Практически с передней линии Дмитрий Ильяных Очень хорошо Впрыгивает Очень далеко Впрыгивает Посмотрите Как это было Практически Посмотрите Атака с передней линии И конечно без блока Сколько комбинаций У вариантов У Кузбасса Замена Вместо Люборича Выходит Воронков У Зенита И несмотря на то Что все-таки Отрыв Не увеличивается А я бы сказал Даже сокращается Все равно Тренеры дают своим лидерам Тренеры Зенита Я имею ввиду Дают своим лидерам отдохнуть Настраивая их На следующую третью партию А вот Павел Панков Не согласен Первый эйс Павел Панков Не согласен С этой установкой Да? И он говорит Что давайте поборемся Еще в этой партии Я помогу Слева сейчас Владимир Самсонов Генеральный директор Был футболь Волейбольного клуба Зенита Вперед Судьба Выска Вперед Рискует Панков И второй эйс Посмотрите Вот так делаются чудеса Так вырываются Безнадежные партии Именно за счет Такой подачи У него железные нервы Вот он взял и все И два мяча Таких вывел 19-22 Три мяча Ну Все может быть Чертко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас страсти накаляются, а это нам нравится. Кузбасс 22-19 ведет, но сейчас 19-22. И подача петербургской команды. Панков. Третья попытка. И подал-то здорово. Ох, какая атака. Прошивает блок Виктор Политаев. И, можно сказать, остужает этот наступательный порыв Зенита. Посмотрите, как это было. Стык между блокирующими игроками проходит этот удар. Кто-то виноват, сложно сказать, но так оно и было. 20-23. Денис Шипотко идет подавать у Зенита. Карпухов ошибся. Вот он сейчас на ваших экранах, Антон Карпухов. Сейчас будет участвовать в приеме. А Дмитрий Ильин их пока участвует в атаке. На быстром мяче ничего пока не можем делать. Обидно. Все-таки блок-то сыграл. Да, но опустился мяч. Но это очень, конечно, обидно. Рядом с Лили. С одной стороны, но с другой стороны это чисто выигранное очко, которое ничего нельзя противопоставить. Сложный прием. Сложная атака справляется с ней, вышедшим на замену Воронков. Вот так вот поддерживает Филипп свою команду. 24-24. Очень сложно выйти со скамейки и сразу войти в игру. Филиппу это удалось в данном случае. И 24-21. Случаи разные бывали. Футбол! Футбол! Что-то все решил забить Дмитрий Ильяных. Забивает и этот мяч. 25-21. Сравнивается счет в этой встрече. 1-1 по партиям. Политаев и Ильяных. Они пока неудержимы, неуловимы. Блок не может им противостоять как надо, зенитовский. И как логичное завершение этой второй партии. 25-21. 1-1 после двух партий. 2-1 после двух партий. 2-1 после двух партий. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Как бы атака идет с разных сторон, но ее четко можно понять, потому что прием – это одно, защита – это другое. После приема блокируем четвертую зону, после защиты блокируем вторую. Ну, теперь надо реализовать. Волейбол – это как шахматы. Здесь надо принимать решения, причем моментальные. Думать надо, взлетая в воздух. 8-4, Кобзарь на подаче, и находит Севажелеза, ну, прям очень коварно, ну, прям самый угол. Уж не знаю, в поле ревоут, но Севажелез не справляется с этой подачей. Надо отметить, что подача была хороша. Ну, мог бы хотя бы на полшага ближе к Линне стоять, будет Севажелез, а? А здесь укороченная в Комарова, и сейчас Севажелез выигрывает. Да, может быть, вот так вот тоже побольше на быстром мяче использовать нам четвертую зону, когда хороший прием. Коль скоро не работает центр сетки, наверное, можно ускорить передачу в край, тем более, если есть Евгений Севажелез, который эту быструю игру поддерживает. Ну, а сейчас Панков. Да, мы помним три хорошие подачи в прошлой партии, две из которых закончились эйсом. В этой партии пока не летит. Пять мячей отрывку с басом. Пять мячей. 10-5. Никитин вместо Карпухова остался на площадке. И его подача всегда была сложной, но Ореоль Комеха принимает сверху. А когда принимаешь сверху, уже этот планер не такой, кажется, лютый. Севажелезу будет очень непросто, отыгрывается Евгений. Четвертую зону Ульяных. Да, сегодня день рождения у Николая Книжникова, а получается все у Дмитрия Ильиных. Перерыв от Клинкина. Николай Книжников это судья на вышке. Судья на вышке, совершенно верно, из Нижневартовска. Вообще, два слова хочется сказать про этих арбитров. Давайте послушаем тренеров, потом продолжим. Призывает Александр Клинкин завести команду. И это действительно не помешает Зиме. Все-таки про арбитров. Про арбитров. Значит, игру обслуживают, так принято говорить, может быть, слово звучит не очень хорошо, но так принято в спорте, игру обслуживают следующие судьи или арбитры. Так вот, обслуживают ее сегодня, ну, я скажу, что, наверное, одни из сильнейших, но один-то, который Андрей Зинович, который в того-то сейчас на ваших экранах, просто человек судил две, два финала олимпийских играх. И это, наверное, случай, который вряд ли кому-то удастся повторить в российской истории. Вот, и Николай Книжников, один из ведущих, тоже арбитров наших, российских. То есть, значение этому матчу Всероссийская Федерация волейбола придала очень большое и назначила сюда одну из самых квалифицированных бригад судей. И Любович нашел лазейку. Да, маленькую дырочку, да, и туда попал. Между двух блокирующих. Ну, потому что это серб, Любович, ну, хороший игрок. Сегодня он дебютирует в составе «Зенита» Санкт-Петербурга. В атаке Инал Толасиев. И заменил он Николая Парикова. Я говорил в первой партии, кого же не хватает кутбаса на площадке от стартового состава. А Парикова не хватает, потому что Пашицкий на переднюю линию сейчас выходит. И Толасиев на подаче. И неплохой. Он центральный блокирующий, 202 сантиметра. Да, сейчас не справляется. И с Лавича он пришел в Кузбасс в свое время. Не справляется Ореол сейчас с этой передачей, но хочется отметить, что игроки Кузбасса, свои жертвы, когда подают мне силовую подачу, выбирают Ореоли Камеха, не учитывая то, что Ореоли великолепно принимает эту подачу сверху. И поэтому его сейчас статистика на приеме ничуть не хуже, а может быть даже лучше, чем у Евгения Севажелеза. Но 6 очков преимущество пока Кузбасса. Вот посмотрите, значительно хуже справляется с этой подачей Валерий Комаров. А вот же Ореоли Камеха, да. Камеха сейчас забил на злости. Посмотрите, какое средоточенное лицо. Не любит этот человек проигрывать, потому что редко это у него получается. Но вот когда получается, после этого собирается прилично и доказывает, что это была ошибка случайности. А вот ага, ага, ага. Эйс оттащил. Не часто увидишь. Обманул, обманул. Все-таки он специально в эту зону перед Либера запускал этот мяч. Игроки такого уровня умеют. Они ведет поле, и рука у них точно работает. Да, после приема, если хороший прием, атака в четвертой зоне. Об этом было четко сказано в перерыве Александром Клинкиным. Но игроки не выполняют. Посмотрите, Александр Волков не пошел в четвертую зону. А в принципе по установке тренера должен был это делать. И вот замена. Я думаю, что она обусловлена в том числе и этим, что не выполняется тренер в установке. Есть хороший прием. Идем в четвертую зону. Вот выходит сейчас Сергей Червяков вместо Александра Волкова на переднюю линию. Полетает в аут. Но летело очень опасно. Но уже все-таки есть, нет той свежести, да. Идет третья партия. 1-1 счет по сетам. 10-14. Дражин Люборич. Пытается рисковать. Не получается. Трос мешает. Да. Первый темп проходит. Намного лучше у Кузбасса, чем у Зенитов. Признаем это. Да. Вначале не получалось. У Кузбасса тоже. А сейчас я с вами полностью соглашусь. Действительно работает первый темп лучше, чем у Зенитов. Но может быть выход Сергея Червякова что-то изменит. Дмитрий Ильиных, у которого получается сегодня все, подает в аут. Вовремя. Любович убрал свой корпус. Четыре мяча разрыв. Все-таки четыре мяча. Было шесть мячей. Камехо. Вот сейчас есть шанс для брейкового очка. И нужно справляться с Полетаевым. И делает это Зенит. И вот у Любовича есть возможность, которую он не использует. Сложный мяч, стройный блок. Все понятно. Но диагональный, мы говорили, славится тем, что может этой преградой обходить. В данном случае у Дражина это не вышло. Но блог был очень хороший. Павер, вот мы сейчас увидели треугольнички на планшете. У тренера Зенитов. Это что, комбинация? Это расположение игроков на площадке. Соперника. Может, все что угодно. Это может быть расположение на блоке, расположение в защите. Это могут быть твои игроки. Это могут быть игроки-соперника. Это универсальная вещь. Да, там разные цвета были. Да, в зависимости от того, что ты хочешь сказать своим игрокам. Некоторые рисуют во время перерыва. Некоторые рисуют фломастером во время перерыва. Некоторые передвигают фишки. Некоторые не пользуются ни тем, ни другим. Кому что нравится. 16-11. После второго технического перерыва Дмитрий Пашицкий. Виктор Политаев показывает свой уровень. Я не помню, был сегодня хоть один блок, который спас Зенит от Политаева? Я не могу вспомнить. Нет-нет, в выигранной первой партии именно две ошибки Политаева, один удар в аут и один удар в блок. Как раз и предрешили исход первой партии. А там все сказали «килл блок». Но это было давно. Не очень ладится с приемом. Левой рукой вынужден был сейчас атаковать. Блок, ну наконец-то блок сыграл. Нет, ну лезть в линию через Павла Панкова – дело безнадежное. Двенадцать-семнадцать. Пять очков. Никак не приблизился вот в этом третьем сете. Зенитерсы. Выигрывает, выигрывает. Да, атака побеждает. Атака Козбаса сильнее, чем защита Зенита. Двенадцать. Восемнадцать-двенадцать. И здесь атака первым темпом и тоже неудачно. Да, четко поднялся Тавасиев. С Сащевым. И, знаете, вот удивительная вещь. Мало играет первым темпом Зенит, но когда играет, всегда поднимается блок. Это вопрос к связующему. Значит, все видно. Хочет открыть линию Любовичу. Томас Саамильву. Ну что ж, имеет право. Томас Саамильву как будто играет. Он весь мокрый. И как же он сконцентрировал сам. Вообще, для меня это был выдающийся игрок. Ну и тренер, я думаю, тоже. Ну и так он сконцентрирован. Вот он настолько был мотивирован всегда на площадке. Я не помню ни одной проходной игры в его исполнении. То есть он такой был заряженный на борьбу. Казалось бы, Фин, да, то есть какие, ну, спокойные люди должны быть. А у него был... Хорошие ребята. Да, а у него заряд был на борьбу просто потрясающий. И такой же остается и будучи тренером. Забивает Евгений Севажелес. Атака из четвертой зоны. На какие-то отрезки игра «Зенита» распадается. 5 мячей. 14-19. Но надо до 20, до 20 подтянуться. «Зенит», если он хочет догнать. О, какой. Это был Пайс. Да, мало первого темпа у Кузбасса. Чуть-чуть-чуть-чуть Игорь Кобзарь заиграл первый темп. Но сейчас Ащи больше даже реагировал не на первый темп, а уходил в четвертую зону. К игроку четвертой зоны, к Дмитру Ильиных. Вернее, там еще был Сергей Никитин, который сейчас на подаче. Да, в ореоле комеху лучше не подавать. Любович выигрывает свой мяч. 15-20. 15-20. Вот еще что приобрел «Зенит» с приходом Любович, это выход из первой зоны очень всегда сложный. А у этого диагонального с атакой из четвертой зоны все в порядке. И этот выход из первой зоны, который не любят все команды, становится менее проблематичным. Вот эта комбинация была очень интересная. прилетел из четвертой зоны в третью Ильиных, но почему-то наткнулся там на двойной блок. Ну а поскольку, посмотрите, вот, на двойной блок наткнулся, а поскольку мы знаем, что сегодня Дмитрий Ильиных забивает практически все, забил он и на этот раз. 21-15. Такой же счет был в предыдущей партии, во второй, которую «Зенит» проиграл. Ну еще раз. Танц. Четвертая зона Ильиных, вторая зона полетает. Браво, сложнейшая ситуация. Мяч уже улетел ему за спину, но он, смотрите, сейчас вот... Вот посмотрите, вот сейчас была атака, и вот сейчас нужно было опять уходить во вторую зону Андрея Ащева, потому что было четко сказано, в доигровке, а это опять же была доигровка, не первая, но доигровка. Будет атаковать, полетает. Не выполняет установки наши центральные блокирующие «Зенита». Эйс. Ну и как следствие. 23-15. Бутбас на коне. Валерий Комаров ошибается. Либера, казалось бы. Эй, 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 эй. Давно мы не видели Камеха в атаке. Передача была неудачной, он исправляет Орел. Но с этой передачей неудачной, да, надо признаться. Ну, посмотрите, как мастерски все это сделал Камеха. 23-16. 16-23. Мы видели эйс от Ащева. Почему бы не повторить Андреев сейчас? Нет, идеальный прием. И полетает, входит. Входит. Кузбасс стал комбинировать. Кузбасс стал играть расслабленно. Кузбасс стал делать те вещи, которые не делают при равном счете. Но имеет такой запас, позволяет себе много. Ну, практически расшатали все оборонные действия Дмитрия. Вот оно брейковое очко. Вернее, это было не брейковое, это только съем. Третья зона не работает. Ну, вот Ариоль Камеха, высокий мяч. Нет. И здесь Дмитрий Львинов подсуетился и поставил тройной блок. Третьим пришел. 25-16. За явным преимуществом третья партия. За Кузбассом. И 2-1 Кузбасс повел. По всем компонентам игры. По всем. И подача, и блок, и атака. Что сейчас главному тренеру «Зенита»? Александру Климкину призвать к чему? Ну, вы знаете, я... Что сейчас главному тренеру «Зенита»? Спасибо. 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 Ирина Ольвинов. Bacon. Начинается четвертая партия. Я прошу прощения. А в третьей партии, да, картина была удручающая. Двукратные преимущества в атаке «Кузбасса». 60% против 31% у «Зенита». Это, конечно, ну, не может позволить даже надеяться на какой-то равный исход. И счет это отражает. 25-16, максимальное количество очков набрал Евгений Севажелес и Дражин Любович, всего по 3. Тогда как Дмитрий Леменых продолжает набирать 8, а Виктор Полетаев продолжает набирать 6, как и было во второй выигранной партии, так и в третьей. То есть две совершенно партии-близнецы мы наблюдали и по счету, и по статистике. Ну не знаю даже в каком компоненте сейчас подтянется «Зенит». Во всех должен дотянуться, если хочет выиграть. Пока «Зенит» проигрывает 0-2 и на подачи 15-й номер Иван Тавасиев, центральный блокирующий. «Инал» извините, я сказал «Иван» по привычке, это русский, но он «Инал». Тавасиев. Ну вот все начинается, можно сказать, заново. Да, первый темп действительно стал больше играть Игорь Кобзарь. И посмотрите, стал больше играть именно взлет с фашистским, а не зону, которая была вначале задекларирована в первой партии, которая была проиграна Кузбассом. И после этого произошло определенное переключение в заказе комбинации, и вот это работает. Полетаев. Аут. Аут. Ему не повезло, повезло «Зениту». 2-3. И кто сейчас на подаче? Сергей Червяков. Вместо Андрея Ащева в старте он составил. Мы помним, что в прошлой партии он подменял Александра Волкова. Сейчас Александр Волков на площадке. А не видим мы Андрея Ащева. Виктор Полетаев делает блок-аут от рук как раз Александра Волкова. Ну а все остальные у «Зенита» остались без изменения игроки, те, которые начинали. Посмотрите, опять летящий блок. Опять не успевает Волков дойти в край. Немножко не повезло. Камеха. Мяч, в общем-то, был послан от блока в сторону площадки. Камеха. Ну вот где вот эти атаки были во второй, в третьей партии? Просто нужно доставить удобный мяч в нужную точку. Волков сейчас хорошо сыграл. Да, замечательная была передача. И сразу результат себя не заставляет долго ждать. Ражан Люборич. Новичок «Зенита». Хорошо Камеха в защите отыграл. И за голову Полетаев. Сейчас бы на блоке еще проявить себя Ореолин. Но не получается, потому что Полетаев видит, что открыта линия. И четко туда укладывает на повторе. Это будет удар касательный. Да, он все время в полуоборотах. А попробуйте закрыть ему линию. Знаете, что будет? Будет удар по первой зоне. Потому что он видит блок. Несмотря на свои молодые годы. В герке, в координированном воздухе. Очень долго висит в воздухе, поэтому видит блок. Ну, наконец-то сыграл Волков. Облетает в защите. Взлет еще раз. Правильно, правильно. Нужно задействовать центр сетки. Это адресую и к одному связующему, и ко второму. При хорошем приеме должно быть гораздо больше первого темпа. Что у Кузбасса, что у «Зенита». Команды мирового уровня играют именно так. Александру Волкову надо разозлиться. Вот сейчас, мне кажется, он завелся этим, этой атакой. А до этого, в общем-то, не выделялся своими действиями. Вот сейчас он и в блоке был хорош. Камеха принимает. Панков. Касание сетки фиксирует судьи. Да, блокирующий задел сетки, да? Касание сетки фиксирует судьи у Кузбасса. Ой, какой важный. Несмотря на то, что вроде бы в блок ударил сила желез, но судьи зафиксировали касание. Давайте посмотрим, как это было. Ну, конечно, касание рукой у Ковзаря, который приземлялся. Ну, что скажешь? Кобзарь, шестой номер. Да, Игорь Кобзарь коснулся сетки. Все очевидно, о чем тут спорит. Орель Камеха. Очень была искусно выполнена и хитро задуманная подача, но чуть-чуть не попал. 6-5. Кузбасс вышел вперед. Это четвертый сет. 2-1 впереди. Кузбасс. Аут. Команда обменивается сейчас ошибками. Я могу сказать, наверное, не ошибусь, что уже усталость пришла. Они ошибаются, а мы не будем правы. А мы не будем. Вот. Но просто действительно игроки не железные. Но сейчас интересно, Александр Волков, как сейчас он подаст? Ну, я и говорю, что пришла усталость и к одним, и к другим. Но сегодня, сегодня он все-таки не лидер. Не лидер. От него ждут, чтобы он был лидером в игре. Раз за разом находит на флоте Комарова. И Комаров не справляется с приемом. А Дражин Любович не справляется с тем, чтобы не ошибиться при сложном эпизоде, какой был сейчас. И это говорит о том, что 8-6. Первый технический перерыв в пользу Кузбасса. Вот сейчас можно было перекидывать мяч. Дражин это умеет делать. Но не удалось. Пи-6 это расстановка выхода из шестой зоны. Позицина номер 6. Пи-6. И он сказал, что при позиции из шестой зоны, а дальше я не расслышал, что. То есть выход из шестой зоны у Зенита происходит что-то. Но не расслышал, что. Пашечки не выходят. Нет, пока не выходит Апаликов. Пашечки как раз выходит. Нет, но он сейчас... Сейчас он просто на скамейке, потому что... Сейчас, я думал, что он войдет в игру. Нет, нет, он сейчас вот после этого съема финал Тавасиев пойдет подавать. А выйдет как раз Пашечки на переднюю линию. А заменен был Николай Апаликов. Виктор полетает. Да, вот по его действиям не чувствуется никакой усталости. Как прыгал в начале игры, так и прыгает сейчас. У него левая эта рука как колотушка. Да, я напомню, что это первая полноценная игра Виктора в составе после очень длительного перерыва. Виктор прекрасно отыграл прошлый сезон, стал лидером Кузбасса. Но начиная где-то с плей-офф, врачи поставили диагноз, который не позволял ему большие физические нагрузки выдерживать. Вообще никаких физических нагрузок ему было нельзя делать. И вот он пропустил, начиная от прошлого плей-оффа, включая весь сезон сборных. И вот только сейчас начинает ходить в форму. Но мы видим, что похоже, что уже вошел. Полетаев. Так, знаете, про такие удары говорят, руки не видно. То есть такая скорость удара по мячу, что руки не видно. Как он это делает? А что же его Денис Казанский-то отпустил? Неужели там лучший? Там Максим Михайлов. Ну хорошо, один Максим Михайлов, а этот левша как раз. Да, но они не могут играть вдвоем одновременно, потому что они на одну позицию. Два же вратаря не могут в воротах стоять в футболе. Камеха. Отыгрывается и страхуем этот мяч. Еще раз. И еще раз страхуется этот мяч, но уже Кузбассом. И Дмитрий Линых. Будет иметь еще одну атаку. Нет, не будет, потому что ошибка у Виктора Полетаева на передаче. И я считаю, что... Красок. Да, корректно, корректно судьи сейчас все сделали. Действительно было двойное касание. Мы сидим достаточно высоко, но даже отсюда это бросилось в глаза. Ну что, Сергей Червяков. 9-10. Ну, совсем не для этого, наверное, вышел Сергей, чтобы ошибиться на подаче. Причем такой простой. Есть закон, есть закон. Если ты не рискуешь, не имеешь права на ошибку. Если рискуешь, можешь ошибаться. Этот закон надо выполнять. Ну, вот так. Это Волкоп, Александр. Вот хороший прием. Нужно задействовать первый темп. Красивая комбинация. Ну, к фрону сказать, мы и не ждали ее сейчас. Волкоп. Игроки Кузбасса. В чем сила? Он взлетает еще до касания. Рук связующего. Уже летит. И связующий молодец. Попадает в эти руки. 10-11. Любович на подачу. Отыгрывается от Панкова Сергей Никитин. Не часто встретишь и в этой игре, и вообще, что от Павла Панкова можно в линию отыграться. Но вот сейчас это произошло. Очень грамотно Панков ставит блок с краю. Хорошо переносит руки. Я думаю, что одно время Александр Будько из связующих считался одним из сильнейших в этом компоненте в блоке с краю. Но вот сейчас Павел Панков может ему легко составить конкуренцию. Панков. Давно мы не видели Любовича в атаке. И вот результативное действие. И нужно вспоминать и про Камеху, и про Любовича. Про своих лидеров Панкову. Ну и как-то команде действительно играть поживее, потому что Кузбасс выглядит, будем говорить, посвежее, да? И движение... Помощнее, я бы даже сказал. Много ошибок на подаче. Это первый признак усталости. Потом ошибается не кто-то один, а вся команда в целом. Вот. Ну здесь нужно, конечно, наступать на горло собственной песни. И чуть-чуть свою усталость забывать. Панков. Один блок у Севажелеза отыгрывает Евгений. Двоем прыгнули с Волком. Игроки, с Волковым, игроки, с Баса. Сейчас Севажелеза. Да, он молодец. Он не сильно, не сильно пробивал, но видел, что это... Но у него был один блок. А почему? Потому что до этого Александр Волков забил. И сейчас уже с ним два блокирующих остались. Они ожидают. Да, да. Двенадцать-тринадцать. Волков. Защите Волков. Сегодня много мячей поднял хороших. Но Севажелез не пробивается. Соройной блок. Опять, по-моему... Даже не видел, кто если будет повтор. Можем посмотреть. Четырнадцать-двенадцать. Все равно не отпускает. Кузбасс. Есть, держит преимущество. Никитичин. Сейчас подал. Забивает Любович. А мне бросилось в глаза. Я не заметил сначала. А сейчас бросилось в глаза очень интересная деталь. В третьей выигранной партии, которую Кузбасс выиграл, третья партия, Дмитрий Ильяных не принимал ни разу. То есть «Зенит» не подавал в Дмитрия Ильяных ни одного раза. А Дмитрий Ильяных как раз считается тем человеком, которого нужно и должно подавать. И посмотрите, опять же, Ильяных не принимает, а принимают другие игроки. Я думаю, что здесь есть какое-то упущение. И можно свою подачу направить именно в сторону Дмитрия Ильяных. Любович. Два раза Политаев сейчас не мог переиграть так, как надо. Но пас был неудачный первый. Он не мог атаковать. А в втором случае уже Блок играл против него. Вот если Политаева остановит «Зенит», то у «Зенита» есть шансы. 14-14. Да, в данном случае сравнивает «Зенит» счет. И Павел Панков на подаче. Всегда опасно. Вот как раз Ильяных. Но справляется Дмитрий. И Политаева накрывает «Зенит» на Блоке. Вот это самое главное. Да, то, что вы сказали. Решили вот эту одну проблему. Может быть, это самая главная проблема. Как и психологически жить. Ведь в подобной ситуации игроки-то другие «Зениты», они сейчас воодушевлены. Оказывается, можно. И Павел Панков продолжает подавать. Выявил «Зенит» вперед Панков. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, задумал-то правильно. Но надо было укорачивать. И не исполнил. Да, не исполнил. Ближе к всех кибинок нужно было вынимать. Кузбассу тоже нужны такие подарки. Почему же нет? Хорошо в защите Кузбасс. У «Зенита» есть возможность для хорошей атаки. Но Пашицкий отлавливает. Отлавливает Червякова. И в данном случае сложно к Сергею предъявить претензии. Прыгнул блокирующий еще до прыжка нападающего. Деваться было некуда. Вопросы к связующим игрокам. Посмотрите. Но у вас, Павел, была фраза в одном эпизоде, что атакующий должен найти вариант. Да, что это обоюдная ошибка. Но это, знаете, когда... Он должен был. Может быть, надо было поменять комбинацию. Для него-то уже в воздухе. Сыграть и начать. Я говорил, когда передача идет второму темпу в край. Тогда, да, тогда есть время. А сейчас тут Червякова времени не было. Совершенно нет времени. Он обречен. Он был обречен, да. Потому что блокирующий занес руки до того, как он еще ударил. Есть возможности еще не изучили. Не изучили, совершенно верно. Что-то можно придумать. Четвертый сет. 16-15. Кузбасс впереди. Но Зенит приблизился, пытается. Вот Владимир, как раз Самсонов, генеральный директор. Просто известный волейболист, ленинградский автомобилист и в Петербурге все время на главе команды «Автомобилизм». Сейчас он генеральный директор «Зенита». Потому что «Зенит» петербургский – это продолжение прекрасных волейбольных традиций города Неве. Конечно, имя Вячеслава Платонова, оно всегда витает, когда речь идет о волейболе в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Так что в Академии Платонова тренируется «Зенит». И все это связано и возрождение традиций волейбольных. Ну, сейчас Любович, который дебютирует в сегодняшнем матче, подавал. И теперь можно выигрывать это очко. Томеха! Хороший такой блок! Еще раз Панков! И Любович! А вот это был Любович как раз. И он забивает по линии. Просил оставлять... Такой розыгрыш. Уже был один такой какой-то во второй партии, да, Хальцер? Да-да-да. И напомню, что... Длинный розыгрыш и хорошая атака. Напомню, что тренер Кузбасса просил своих игроков оставить линию Любовичу. Вот она не оставили, а он забил. Вот мы сейчас это наблюдаем. И даже Либера, который стоял в пятой зоне, ничего не смог с этим поделать. Любович хорош. Хорово. Хотя тоже были ошибки, но не может сто процентов без ошибок быть игровых действий. Игра подровнялась. Счет 17-17. Пульминация сегодняшнего поединка. Я думаю, многие матчи уже завершились. Можем сказать, что Динамо Ленинградская область проиграла Уралу 3-2. Ленисей Красноярск выиграл у Нижневартовска 3-0. Зенит Казань выиграл у игры Газпрома из Сургута. Как раз у той команды, которая проиграла в прошлой туре Зенит 3-1. Но остальные игры продолжаются. В том числе и наши. 18-17. Ошибку Чирейского сейчас исправили. Блока. Это, наверное, первый раз. Александр Волков. Я сейчас хочу заострить внимание. Потому что вот именно это просил Александр Климкин. И не зря его сейчас показывают, что при хорошем приеме заранее уходить в четвертую зону. Именно из-за этого был заменен Волков в третьей партии. Именно сейчас он это сделал безупречно. И Дмитрий Ильянов на организованном двойном блоке с быстрой передачей уже не может так забивать. Очень шумно в зале. Не слышал я, что говорили тренеры. Ну, это хорошо. Когда шумно, это значит даже оттаж. Ну, что еще надо? Хорошее настроение. Ну, и четвертой партии. 19-17. На подаче в первый номер. Сергей Червяков на этот раз подал. Полетаев. Надо перевести игру на другую половину поля. Ох, как здорово! Дмитрий Пашевский, да. Пуши, приложился. Ну, вот он отдохнул. И вошел в игру. Рост в 205 сантиметров. Он блокирующий. Это центральная зона для него. Это родное поле. Родной дом. Дмитрий Ильянов. На подаче Дмитрий Ильянов. Аут. Подарил очко Ильянов. 20-18. Вошли уже в 20. Два очка. Преимущество. Это очень скользкое преимущество. И вот сейчас очень важно Зенита, если он хочет добиться успеха. В первой партии. Вот это именно очковы. Любович. Панков. Камеха. Блок. Хорошо сыграл. Еще раз Панков. Еще раз Камеха. Вытащили. Камеха. Камеха. Волков. Камеха. Миг славы. Ореля Камеха. Панков. Лю. Наш серб. Как фамилия нашего серб. Дражин Любурич. Любурич. Ну еще не привыкли. Новый игрок совсем. Любурич. Его даже нет в программах. И вообще его нет нигде. Неудобно полетать, как с тобой, когда Сочи нету. Неудобно? В него скидывайте. Побуми нападал у нас. Вперёд! 21 очко набрали зенитовцы в этой четвёртой партии. 21-18. Хульбас весь во внимании. Да, сейчас от подачи любовична подача. Да, очень много. И вроде терять нельзя после перерыва. А всё-таки потерял. С каждым это бывает. Ничего не поделать. 19-21. 19-21. Это всё. А вот теперь перерыв питерского зенита. При счёте 21-19. Да. Это правильный перерыв. Это может быть очко тренера. И тем более, что он первый у зенита. Если Кузбасс уже два использовал в этой партии, то у зенита ещё есть. Почему очко тренера? Потому что всё-таки сбивается темп. И есть волнение у игрока, который будет подавать. Он уже понимает, что надо обязательно подать. А это иногда мешает. А вот именинник уже начал праздновать, мне кажется, с улыбкой на вышке. Хорошее настроение. Да, но игрокам сейчас не было улыбок. На площадке как раз самый напряжённый момент этой встречи. Блоком. Килл блок. Да. Это ин-аус. Ин-аус сейчас. Как раз он. Тавасьев. Да, заменил Николая Апаликова в определённый момент игры. Остался на площадке. Посмотрите, как полезно играет. Очень важный блок Кузбасса. Причём на лидере, на комеха. Аут почему-то перешёл на силовую подачу. Дмитрий Пашицкий. Да, Дмитрий Пашицкий. 22-20. Его опыт не помог ему. Камеха. Пайп. Да, эта комбинация практически 100% проходит Кузбасса в исполнении. Дмитрий Ильяных. И вроде бы сейчас всё правильно сделали. Именно подачу направили в Ильяных. Он принимал сам. Ну и после приёма Дмитрий успевает прибежать на этот пайп. И даже на двойном блоке атаковать по первой зоне. У него получается неплохо. А вот это... О, короче, наверное, Кузбасса. Почему он так радуется? Да потому, что он это придумал. Это он специально придумал и исполнил. Придумать можно многое. Это верно. А вот исполнить потом... Поэтому так и радуется. Совершенно верно. Молодец. Здорово. 22-22. Такой ответственный момент. Какой важный мяч был. И как он хладнокровно это сделал. Это же не силовая подача. Это умная подача. Расчёт. Есть. Да, безблок оставляет Любович. Я думаю, это не самое лучшее решение. И Панков. Ну, я не случайно говорю, Любович, потому что хочется любить его. Попадает в линию граждан. Да. 23-22. 23-22. Вот сейчас важно, кто будет и как подавать. Александр Волков. А замена у нас, да. Андрей Ащик возвращается на площадку вместо Сергея Червякова. На переднюю линию. Надеются на этот тренер. Какой опыт Андрея позволит заблокировать соперника. Сейчас всё решается. Сейчас всё уже, как говорится, или сейчас, или никогда. 23-22. Илья Иных находим на приёме. И из четвёртой зоны справляется, полетает. Да. Сейчас было реально. Прошлоу за полетает. Реальный шаг. Вообще его не видно, не слышно. Да. И вдруг в самый нужный момент. 23-23. Но теперь нужен приём. Давайте посмотрим, где прошёл. Да, прошёл по рукам. Над Андреем Ащевым как раз. И Сергей Никитин со своим. Никитин. Очень неприятным флотом. Зеленков у нас на приёме вместо Комарова появился. Осивожелев обыгрывает тройной блок. Вы смотрите, как уверенно. Открыли линию. Неморок Полетаева. Но это чисто ошибка Кузбасса. Когда тройной блок, линия не имеет права. Да, он оставил зону ценную. Это не линию за собой. Это ошибка блока. Будет, безусловно, прекрасное исполнение нападающего Зенита. Но линия должна быть закрыта при тройном блоке. Панков. Да, устал Павел. 24-24. Штопор входит, игра в штопор. Да, кульминация. 24-24. Выход из сервы зоны у Зенита. Очень неприятная расстановка. Справляется Зеленков с приемом. Севожелеза поднимают в защите. И сейчас будет Полетаев. Не будет атаковать. Не смог выполнить вторую передачу. Игрок Зеленков. И забивает Севожелез. Вот немножко собрал за Севожелез. Очень важная. Сейчас была. Вот посмотрите, как это. Доигровка. Он же доигровщик. Он выполнил свою функцию доигровщика. Посмотрите, до этого была доигровка у Кузбасса. Мяч прекрасно поднял в защите Полетаев, по-моему. И не смог Тавасиев допасовать. То есть до атаки дело не дошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вторая подряд у Зенита ошибка на подаче. И обе без риска. Что Панков не рисковал, что сейчас Севожелез. Это нервы. Не хватает выдержки. 25-25. Вот сейчас Полетаев. Посмотрим, как у него с нервами. Вообще-то неплохо. Высокий мяч у Камеха. Будет доигровка. И скорее всего, нет. Ильянык доверяет. Кобзарь и оказывается прав. До этого все почти доигровки атаковал Полетаев. А сейчас рискнул связующий. Кузбасса доверил своему лидеру. Сегодня, безусловно, Ильянык лидер своей команды. И лидер не подвел. 26-25 в пользу Кузбасса. Тайм-аут. Главного тренера. Александра Клинкина. Тренера Зенита. Счет по партиям 2-1. Впереди Кузбасс. И в одном очке от победы в матче. Волейболисты из Кемерева. Да. Матч-болл Кемеровского Кузбасса на подаче Виктора Полетаева. Все перерывы использовали тренеры. И сейчас уже все зависит от игроков. Вот так ему подавать. Силовую или просто перебросить. Силовую. Ошибается. Да. Ну как бывает. Как женщины рады, что он ошибся. На самом-то деле. Ну, женщины Кузбасса, они бы, конечно, взгрустнули. Но это спорт. Это сейчас ситуация может поменяться. 26-26. Альщик на подаче. Смягчает Ильяных. Камеха. И забивает почти Камеха. Александр Волков на блоке. Зарабатывает брейковое очко для Зенита. Вот удивительно. Не забил один из немногих. Когда не забил Дмитрий Ильяных. И сразу очко Питерского Зенита. Но Волков молодец. В этой ситуации хватило кладнокровия. Смягчение. И есть шанс доиграть у Люборича. Играет в защите Кузбасс. Полетаев. Высокий мяч. Забивает. Без надежной ситуации. Выбивается Кузбасс. Выплывает. Вылезает. Не знаю как сказать. Из этой очень тяжелой ситуации. За счет атаки Виктора Полетаева. Сравнивает счет. Все было в руках у Зенита. Блокирующие не видят кисть. Как она располагается. Она идет. Каким-то непонятным образом. Ильяных выбивает с приема Зеленкова. Люборич. Повторная атака Зенита. Комеху смягчают. Передачу будет делать Кобзарь. На Никитина. Не попадает. Не попадает. Не попадает. Не готовят игроки Кузбасса. Ну, жаль, конечно, что нет видеоповтора в нашей системе, да? Ну, здесь не определишь, конечно. Трудный. Тут такая скорость. Сетбол у Зенита. Возможность перевести игру в пятую партию. Пайп не прошел. Пайп. Передное смягчение. И доигровка. Комеха. Блок. Да, чудеса какие-то творятся на площадке. Отключились сейчас блокирующие. Отключились. А атакующий продолжал. И вот с одним движением перейдил мяч. 28-28. Вот это апогей матча. Апогей. Да, волейбольный триллер сегодня мы наблюдаем. И у той и у другой команды было множество шансов. У одних закончить игру, у других перевести в пятый сет. Но пока все ровно. И пока все это предстоит нам увидеть. Кто же дожмет? Панков. А сколько касаний? Уже ни у кого не хватает сил добить до пола. Комеха. Аут. У Комехи хватает. Орел Комеха забивает важнейший, сложнейший мяч. 29-28. И берет... И берет... Томас с вами львовом видеопросмотра. Тут 20 побежали к тренеру, мол, поле. А он показал. Нет. Нет, нет, он берет просмотр. Сейчас будет видео просмотр. Ну, а что? Даже если аут, ну, потянет время. Нормальная ситуация. Вон показывает камера в центре. Боле или нет? Ну, судьи зафиксировали аут, а то, что на повторе... Да, и отдаётся мяч Кемеровску к Кузбассу вот так вот. На повторе было видно, что мяч коснулся линии. Сцеплялся за линии. Да, и мяч отдаётся Кузбассу. 29-28. А, 28-28. Я уже сбился со счёта. Нет, 29-28. Кузбасс впереди. А, Кузбасс впереди. Да. Это очередной матч-бол. Панков. Камеха. Ещё одна попытка. Блоком выигрывает. Блоком выигрывает Кузбасс. И побеждает в этом матче. Напряжённейшая игра. Я скажу, что, несмотря на поражение, дебют, мне кажется, удался в Сибур-арене. Игра была очень интересная. Ну, очень интересная. Конечно, впереди ещё весь чемпионат, только начало. Но самое главное, что обе команды сегодня в отдельных эпизодах такой волейбол показывали, что равнодушным нельзя было оставаться. Ну, всё было. Но Политаев герой этой встречи. Политаев. Политаев или иных. Два человека, которых надо отметить. Которые наверняка наберут очень много очков. И Зенита заполнился Любович. Да? Сербский, вот и дебютировал. Ну, и, в общем-то, потенциал у Зенита есть. Всё-таки есть где добавлять. Вот эти подачи, которые... Ошибки были грубые. Причём простые подачи. Не усложнённые, не силовые. Но одни радуются, а другие грустят. 3-1. Кузбасс побеждает в Санкт-Петербурге. До этого он неделю назад выиграл у Динамо Ленинградской области. 3-0. То есть поездка к берегам, вот к невесу, да, оказалась очень счастливой. Поздравим и финского тренера, ну и, конечно, игроков, и болельщиков. Здесь их было человек, может быть, 50, которые откровенно нам мешали работать. Вот, да. Ну, давайте ещё раз посмотрим вот эти захватывающие моменты, последние моменты. Полетаев. Его левая рука. Ну, вот эти атаки. Смотрите, какие атаки, какие прыжки. Да, сегодня игра изобиловала длительными розыгрышами. Ну, вот смотрите, сколько намонтировали атак Полетаева. А это? Это Сива Желез. А вот этот пас неожиданный, казалось, через антенну. И всё было в игре. Дмитрий Ильин, 16-й номер. Панков. Хороший пас и выигранная очко. Да, какие атаки, какие атаки. Так практически весь матч можно повторить. Это великолепные подачи. Это Эйс был Панкова. Всё-таки связующий, который может и здорово подавать. Он, кстати, и атаковать может. А это Полетаев. Левая рука. Это Полетаев. Лучший игрок всего лишнего матча. После травмы вошёл в игру. И вошёл здорово. А это уже Серп не смог переграть блок. Да, Ащев. Вот Ащев как раз третья зона. Как раз этого чуть-чуть не хватило Зениту, чтобы Ащев сыграл в силу своих возможностей. И опять полетает. Здесь Александр Волков. Кстати, в четвёртой партии Волков выиграл несколько очень важных мячей. И в блоке был дважды хороший. Ну что ж, друзья. Вот такой красивый волейбол. Это волейбол лучших команд России. И мы на этом заканчиваем наш репортаж. Павел Борщ, мастер спорта журнального класса. И Геннадий Орлов, до свидания. До свидания. И Геннадий Орлов. И Геннадий Орлов.